Итак, мы увидели очень много микроорганизмов, но мы увидели кок. Коки это такие маленькие микроорганизмы, которые попадают в нам либо от проточной воды, либо от речной воды и луж. Что я хотела вам про них рассказать? Во-первых, коки попадают в организм от питья воды. И самое плохое в том, что они не погибают от кипятения. Поэтому советую вам пить лучше профильтрованную воду после кипятения или не допивать небольшой слой воды, которая находится на дне стакана. А еще очень интересный факт, когда мы моем руки, их надо тщательно, очень тщательно мыть с вулангой. Потому что мало того, что мыло убирает бактерии, которые у нас были после бульни, улицы или чего-нибудь еще. И если мы не будем нормально мыть руки, коки попадают нам в кожу, они забивают поры и очень, короче говоря, плохо. Потому что... Это ты не придумываешь? Нет, я нашел это в интернете. То есть вот эти коки, которые обязательно присутствуют. Они соединяются в какие-то там еще коки и получаются еще в стакфилококи. Получается в стакфилококи. Они... Что там происходит? В коки, они собираются в стакфилококи, и они вот очень большой намошен ряд нашей кожи. Они ухудшают нам, можно сказать, иммунитет кожи, то есть ее защитную функцию. Попадают всякие ненужные нам опасные существа, и появляются там угри, вот эти вот сенькие, краснука, может, та же. А, плющие борода. Не, ну правда интересно же, да? Ну, в принципе, переписать, потому что там, можно сказать, БТ-тестировать. То есть, давайте подведем итог. Ты проводишь эксперимент, ты берешь обычную воду водопроводную и с помощью... Обычного микроскопа. Обычного микроскопа. Ну, необычного, потому что не у каждого есть микроскоп. Дома давайте так начнем. Да, у меня есть... У тебя есть микроскоп, ты там даже подсветку какую-то придумал. Да, ну, фонарик такой небольшой, как прикол в том, что лупа от фонарика, она все-таки тоже попадает туда свет, и он определенно... Так, подожди. Ну, так ты продемонстрируй, а меньше говори, больше демонстрируй. Ключи. Ключи, как он у тебя работает с фонариком. Вот так вот. Если мы его сделаем вот так вот, будем смотреть под стекло, то мы увидим только маленькие пылинки, которые есть в воде. А если мы поставим вот этот вот наш кусочек от фонарика, точнее, линзы от нее, то свет более хорошо фокусируется. И реально мы видим микроорганизмы, которые содержатся в водопроводной воде. Да, мы вот... Мы не можем утверждать, болезнетворные они или не болезнетворные. Но мы знаем, ну, в интернете... Вот, но есть в интернете там что угодно могут рассказать. Но есть вероятность, давай так более точно говорить, что какие-то из этих микроорганизмов, шевеляющихся там, бегающих там в этой воде, мы это реально видим под микроскопом, что они что? Могут быть болезнетворными. Вот об этом, наверное, так надо формулировать.